МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еда не приходит одна. С ней, кроме примитивной зоологической сытости, приходит и наслаждение вкусами, и радость общения за столом. А попутно холестерин, лишнее в килограммах, генные модификаторы. Есть или нет, полезно, не полезно, жарить или парить. О еде мы думаем еще до того, как научились говорить. А разговоры о еде – тема на все времена, как погода. А между тем, едим мы уже совсем не то и не так, что ели еще наши совсем недавние предки, да и даже мы сами 15-20 лет назад. Меняются продовольственные технологии, происходит глобализация на плите. И в этой глобализации морская тема звучит все настойчивее. Вот кто бы сказал нашим дедам сразу после окончания Второй мировой на Дальнем Востоке, что их внуки будут считать сырую рыбу на колобках из риса и отвар из водорослей гурманской радостью? Недоумение было бы, наверное, самой сдержанной реакцией, а самой цензурной была бы фраза, что внуки совсем обленились. С Эдуардом Рябкиным, ресторатором из Владивостока, разговариваем в кафе, где само слово «кафе» включает в себя символы кухонной глобализации. Буква «А» изображена Парижской Эйфелевой башней, буква «Е» – пагодой, то ли из Токио, то ли из Пекина, то ли из Сеула. Эдуард не только признанный в Владивостоке эксперт в области гастрономического гостеприимства, но и морской биолог по образованию. А существует ли наша дальневосточная морская кухня? Спрашиваем его. Для меня лично получается некий такой, знаете, гастрономический котел, где, с одной стороны, сама природа и море, блютяжащее. Во-вторых, наверное, гастрономические привычки и предпочтения разных народностей. В-третьих, технологии приготовления блюд. Вот и сейчас представляет некий такой большой, не знаю, гастрономический, региональный сплав. Именно сейчас только вырисовывается тот сплав, который можно каким-то образом идентифицировать и определить. Потому что, в принципе, такого термина, как дальневосточная региональная кухня, морская кухня, его, наверное, не было. Мы его, наверное, сейчас сами более-менее придумали и пытаемся каким-то образом поставить на какие-то сваи. Выскажу такую мысль. Японская кухня никак не похожа на китайскую. Корейская кухня никак не похожа ни на китайскую, ни на японскую. Но в то же время все эти народы пользуются примерно одними и теми же ингредиентами. На российском Дальнем Востоке тоже используются вроде бы и ингредиенты корейской, японской, китайской кухни. Но, тем не менее, наша кухня абсолютно отличается от азиатских. Более того, я даже приведу такой пример, что, к примеру, блюда из трепанга, которые готовят на Сахалине, категорически отличаются от блюда из трепанга, которые готовят в Владивостоке. Может быть, происходит формирование как раз дальневосточной региональной кухни? Абсолютно верно. Давайте я самый простой пример приведу, как происходит это формирование буквально на пальцах. Плов из мидий. Что это такое? Это азиатский плов, где ингредиенты используются, мидии, которые мы поймали. Либо это блюдо из риса, приготовленное на логе в паназиатском стиле, либо это японская история, связанная с тем, что рис всегда соответствует с морепродуктами. В таком простом понимании, с использованием своих понятных нам гастрономических специй, мы все равно получаем несколько иной вкус. Мы же привыкли всегда тушить, жарить, варить, переваривать. То есть, технология как техника, паназиатская, китайская, в чем-то японская, пришедшая к нам, позволяет совершенно добиться иных вкусов. И вот такое экспериментаторство, с одной стороны, позволяет получать новые блюда, которые можно считать дальневосточные региональные, основанные на наших продуктах, но с заимствованными какими-то соусными или иными технологиями, понимаете. А с другой стороны, давайте растягай с красной рыбой возьмем. Ну, то есть, нормальный пирог с красной рыбой. Ну, то есть, вообще, русско-украинская история с нашей красной рыбой. Либо та же скоблянка, которую мы делаем, как бы, да, с кокумарией. То есть, поэтому определить, что есть дальневосточная морская кухня, ну, что вам нужно, давайте просто пройдемся по объектам. Номером первым мы называем гребешка Приморского. А потом вспоминаем устрицу Тихоокеанскую, она же гигантская, она же Хасанская. Впрочем, об этих моллюсках мы в предыдущих программах морской рассказывали. Показывали, как на предприятиях, аквакультуре, Приморье растят эти деликатесы. Но Эдуард даже нас удивляет. Да, мы знаем Спизову, мы знаем Макту, мы знаем Анадару, но есть один уникальный, с моей точки зрения, продукт, некоторый рояль в кустах, я сейчас хочу представить, который, думаю, Владимир, даже ты, малоседоволен, честно, наш шеф-повар принесет. Спасибо, да? Так, ну что это? Ну что это, как вы думаете? Честно говоря, под водой видел их тысячи раз. А вот что такое? Никогда не задумывался и даже не знаю, как это можно применить в пищу. Не могу мучить. Это карбикула японская. Очень уникальный двустворчественный моллюсок, который распространен в эстуариях рек Приморского края, где именно вот, они любят те места, где река соединяется с морем. Такие вот в дельтах, в Тавричанке, это Тавричанка, кстати, в Киевке, ниже Амура, есть на Сахалине, на Курилах. Они любят такие обширные дельты, потому что все равно маленькие глубины, хорошо прогреваемая вода, большое количество приносной органики и с рек, и, собственно, как бы в зоне смешивания солидной и пресной воды позволяет ей реально с таким ростом хорошим расти. И вот запасы, которые оценивали в Киевке, вообще там сумасшедшие. Где-то там на квадратный метр может плотность быть биомассы по 25 килограмм. Представляешь? Ну и как это едят? Вот я на базарах рыбных в Доляне, в Пусане, в Японии видел много таких вот каких-то маленьких ракушечек и никогда не понимал, как это есть. Как семечки, что ли? Ну, про семечки у нас отдельная история будет тоже. На самом деле, вот это ее нормальный взрослый размер, она до 5 сантиметров. Вот 3,5-4 сантиметра – это уже полоназвелая, амнятная оса, да. Мясо особого там гастрономическое, ну это не стейк, да. Но те свойства, которые он обладает, а это первое, это очень сильный гепатопротектор, который помогает нам восстанавливать клетки печени. Это хороший продукт для восстановления и профилактики инфаркта, и сосудистой нашей деятельности. И в Японии это уже давно знают. У них есть суп суджими, суп с морепродуктов, либо отвар из этого продукта, который считается, если там не деликатесом, но все равно очень правильной, здоровой едой. И, собственно, навары из них используются для профилактики гепатитов. А этот продукт у нас сходит с 50 километров. Можно в Тавричанку приехать, взять котелок, дуршлаг простой, привязать его к палке, зверкнуть в выл, промыть, и 15-20 штучек там нет. И что вы из нее делаете? Знаете, мы долго не импровизировали. Мы тоже готовим суп с коробиковой, с добавлением креветки, кальмара, и сливок. Такой адаптированный вкус, но действительно, зная продукты, ощущаясь гастрономическую историю и вкусовые его качества. Делаем жареную пасту, рамен с ней, с овощами. А раковина прямо присутствует? Да, раковина присутствует. И в лапше, и в супе. Для этого нужно правильно ее пробыть, прежде чем ее подавать к столу. В общем, нужно ее некоторое время, что она пробыла в пресной воде, несколько час побыла, слила водочарку, глаз слил, и уже готова пробовать. Потом быстро, термически, ну, знаете, как в Мидии налоги делают, как итальянцы делают. Так вот, если у нас были на простом рынке вот этот простой продукт, достаточно, как бы, бюджетный, на самом деле, он много, то есть, представляете, и знание было бы о нем, я думаю, что нация была бы немножко здоровее. И снова возвращаемся к Устрице. Бренд Тихоокеанской или Хасанской Устрицы уже прижился в элитных ресторанах Москвы и Петербурга. Тут, конечно, можно с улыбочкой сказать об импортозамещении, о неэкономических и негастрономических причинах спроса на наших устриц взамен французских. Но, с другой стороны, я знаю, что Тихоокеанская устрица на побережье Франции так или иначе присутствовала. Да, мягко скажем, присутствовала, значит, там превалирует. Во Франции случилась такая оказия, что вот в Британии их плоские местные устрицы однажды испытали такой биологический шок, да, и с болезнями связанными, да, поголовье, скажем так, очень сильно растаяло. Они сначала назовели португальскую устрицу, она тоже, кстати, считается такая домная, тоже она не прижилась. И вот в 60-х годах 20 века реально завезли красостроение гигаскопы и ее адаптировали сейчас во Франции. Даже мой научный руководитель Антон Шараков в 80-х годах, насколько мне известно, был на этих фермах, где была научная работа по их адаптации. Поэтому у нас как-то в гостях были французы. Я угощал французов при морских устрицах. Это была такая интересная встреча. И действительно, у них же два типа устрицей из полоски, их местные, там нумерация идет, по-моему, от 0 до 5. Да, и есть... Размерная нумерация. Да, причем у них есть. Вот, собственно говоря, как называют там либо домные, либо выпуклые устрицы. Это, собственно, адаптированная наша японская, тихоокеанская устрица. Так что кто кого замещал в этом устричном импорте, уже сказать сложно. Так же сложно, как и открыть устрицу. Но и здесь есть свои не очень сложные секреты, которые нам и откроют. На столе появляются герои программы «Морская» и Слава Анзулис с уше в кухне берется за устрицу. Кстати, чем они отличаются, да, Владимир, посмотрите, вот это такая массивная с большим количеством известняка такая, а эта вот, вероятно, была бы вывалена более под пресной водички, да, под пресной водичкой, поэтому и способы их открытия как бы тоже разные. В связи с тем, что эта устрица имеет очень тонкую раковину, мы открываем ее со стороны крепежа. Вот здесь примерно находится ее мышца. Мы аккуратно между створок тонким ножом поддеваем, отрезаем ее, разрезаем. Сейчас водичку вывью. И все. И вот она у нас открылась. Очень легко и непривышленно. С этой же так не получится. Здесь мы будем открывать ее по классической с задней стороны, пробивая ножом между пластинами. Специально устричный нож такой, да? Да. А отвертка можно будет? Широкая. Ну, можно пользоваться в русских традициях всем, что под руку попадется, но удобнее, конечно, все-таки делать это ножом. С любых сторон раковина очень толстая, но сзади там буквально несколько миллиметров, поэтому можно проткнуть буквально чем-то подручным. Дело в том, что ножом нужно дотянуться до закрывателя, до мускула. Непростая работа, на самом деле. Нужно просто приловчиться. И вот мы видим нашу красавицу. Мы видим большое количество толстых стеночек, много мяса, ножовиста. к кулинарным хитростям дальневосточной морской кухни мы еще вернемся. Морская этой программой тему не закрывает. Вы еще узнаете, как сделать термически обработанным трепанг не классической пятиминуткой, а за 10 секунд, как жарить пятаки гребешка так, чтобы весь сок оставался внутри. У исследователя и в чем-то создателя регионально-дальневосточной кухни Эдуарда Рябкина еще есть секреты, которыми он не прочь поделиться со зрителями морской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова